Сегодня у нас на обзоре беспроводные Bluetooth TVS наушники Xiaomi Redmi AirDots 2. Заказывал я их на Алиэкспресс, скажу сразу, для тех, кому наушники понравятся, ссылочку для вас я оставил в описании под этим видео. Для тех, кто захочет уточнить цену, либо заказать наушники, ссылка для вас будет. Кстати, эти наушники я заказал с чехлом для кейса, этот момент, кстати, тоже немножко раскрою в этом видео. Так, ну а сейчас давайте распакуем коробку и посмотрим, что там внутри. Открываем. Вот у нас сам кейс в такой обертке. Ну и вот с обратной стороны такая здесь вот еще инструкция. Инструкция идет на китайском языке. Но всю информацию по наушникам я в этом видео вам расскажу. Технические параметры. Также расскажу, как эти наушники подключить, как ими управлять. Все моменты мы здесь раскроем. Так, ну и вот здесь запасные амбушюрки. Давайте посмотрим сам кейс. Так вот он выглядит. Здесь такая фирменная надпись Redmi. И вот так кейс открывается. Здесь у нас магнит. Вот вам продемонстрирую. Сюда скрепка примагничивается. И сюда тоже она примагничивается. Благодаря чему наушники у вас не потеряются, не выпадут. Кстати, сами наушники у нас здесь также идут на магнитах. Вот вы видите здесь контакты для зарядки. Здесь вот такая красная защитная наклейка. Здесь тоже контакты для зарядки. Вот, ребята, подносите наушник к кейсу, отпускаете. И наушник у вас встает на свое место и примагничивается. Вот что вы понимали. Наушники не выпадают. Магниты хорошо держат. Так, эти наклеечки защитные мы сразу сейчас отклеим, чтобы наушники у нас выглядели красиво в обзоре. Вот оценивайте внешний вид кейса вместе с наушниками. Давайте также еще более подробно покажу вам сам кейс. Здесь некоторые технические параметры указаны. Вот такой вот кейс небольшой, помещается вот так вот в руке. Ну вот вам еще для сравнения наряду с зажигалкой кейс. Кстати, ребят, при заказе я немножко доплатил, буквально 100 рублей. И наушники мне прислали с зарядным кабелем USB, microUSB. Вот, кстати, вход под зарядку. Кабель такой длинный. Ну и также вот чехол. Ну вот, ребят, чтобы вы понимали, подготовил вам еще один кейс. От первых Redmi AirDots в глобальная версия. Вот у меня тоже, кстати, есть коробочка. Сейчас этими наушниками пользуется мой друг. Снимал тоже на эти наушники обзор. Уже набрал почти 100 тысяч просмотров. Можете также этот обзорчик посмотреть. Да и вообще у меня много разных других обзоров на наушники, на колонки, на смарт-часы. Поэтому кому интересна такая тематика, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень вам рад. Ну и вот, ребят, что с этим кейсом стало. Лежал он в рюкзаке. Так вот он потерся. В принципе, ничего страшного. На сохранность наушников это никак не влияет. Потому что этот кейс, он служит не только зарядным кейсом, но и защитой для ваших наушников. Но для тех, кто любит прямо, чтобы все у него было с иголочки, без каких-то царапин, любит беречь вещи. Вот, пожалуйста, воспользуйтесь этим чехольчиком. Добавьте 100 рублей. Купите наушники с чехлом, как я. Либо чехол можно купить также отдельно. Есть много разных интересных вариантов. Ссылку на дополнительные чехлы я вам также оставлю. Вот одеваю сейчас чехол. Покажу вам. Ну вот так вот, ребят, примерно все это смотрится. В принципе, неплохая защита для вашего кейса. Теперь давайте обратимся к самим наушникам. Посмотрим, как выглядят сами наушники. Более подробно вам их покажу. Вот вы видите, здесь на каждом наушнике обозначение R и L. R правый наушник, L левый. Так вот они выглядят сбоку. Ну и вот передняя их сторона. А здесь у нас идет на каждом наушнике механическая кнопка. Вот я вам, кстати, говорил, что в пакетике здесь еще амбушюры. Это вот такие вот резиночки. Они идут разного размера. На самих наушники стандартно идет размер средний. Здесь идут маленькие амбушюры и большие амбушюры. Вы ставите под свой размер. Если вы правильно подберете амбушюры, вам будет более комфортно слушать наушники. Скажем так, качество будет звука лучше. Ну и, соответственно, они не будут у вас выпадать. Сами наушники не выпадают. Пригодны они также и для занятий спортом. И вот, кстати, вам оставляю фотографию о том, как эти правильно наушники надевать, вставлять в ухо. Честно говоря, я сам не очень давно попробовал использовать наушники такого формата. Изначально у меня были страхи. То, что эти наушники будут неудобно сидеть в ухе, либо они попросту потеряются. Но после того, как эти наушники у меня появились, я понял, что это очень удобно. Из уха они не выпадают. И, в принципе, потерять их не так-то просто. То есть, это просто дело привычки. Несмотря что вот эти наушники являются классикой, но все равно они мне уже кажутся какими-то старомодными. Расскажу вам также о параметрах наушников. Вес одного наушника 4,1 грамма. Вес двух наушников вместе с кейсом 35 грамм. Емкость аккумулятора в каждом наушнике 43 мА. Емкость аккумулятора в кейсе 300 мА. Время использования самих наушников около 4 часов. И плюс от самого кейса вы сможете подзарядиться 2-3 раза. Таким образом, время прослушивания этих наушников составит около 12 часов. Версия Bluetooth в наушниках 5.0. Они совместимы как с Android, так и с iOS. Ну и давайте как раз-таки их сейчас мы и подключим. Подключить наушники к телефону очень просто. Достаете их из кейса. После чего включаете Bluetooth на телефоне. И запускаете поиск по Bluetooth. Вот наушники у меня отобразились. Redmi AirDots 2. Нажимаем подключиться. Все, наушники успешно подключены. Ну и давайте запустим какой-нибудь трек. И тут же разберем управление. Ну допустим, вот этот трек. Вот сейчас играет музыка. Я думаю, вам слышно на видео. Ну либо можем поставить вот этот вот трек. Все отлично работает. Громкость у наушников хорошая. Я бы даже сказал, мне более комфортно слушать на громкости 70%. Звук чистый. Низкие, средние, высокие частоты сбалансированы. Ну и вот смотрите. Здесь мы можем поставить трек на паузу. Нажимаете на любой наушник. Нажимаете один раз. И трек у нас встает на паузу. Нажимаем еще раз. Проигрывание снова запущено. Если мы нажимаем два раза на эту кнопку, у нас запускается голосовой помощник. Вот вы видите, пошел запуск. И также в этих наушниках встроен микрофон. То есть через эти наушники можно общаться. То есть они могут вам служить Bluetooth гарнитурой. Так, ребята, это тест микрофона на наушниках Redmi AirDot 2. Говорю сейчас через наушники. А вы слышите меня по громкой связи через телефон. 1, 2, 3, 4, 5. Микрофон, ребят, здесь зачетный. Сколько я снимал обзоров на подобные наушники. Именно в этих наушниках Xiaomi. Здесь лучший микрофон из тех, что я встречал. Звук отличный, но я думаю, вы все слышали сами. Также можно управлять вызовами. Одно нажатие – это прием вызова. А также сброс вызова во время разговора. Одно нажатие – удержание 2 секунды. Это отклонение вызова в тот момент, когда вызов вам поступает. То есть не хотите общаться, удерживайте эту кнопку. Отклонение вызова произойдет. Ребята, на каждом из наушников есть индикатор. Вот вы видите, он горит сейчас красным цветом. Красный индикатор говорит нам о том, что наушники сейчас стоят на зарядке. Когда мы наушники достаем из кейса, у нас загорается белый индикатор. Он мерцает. Белый индикатор нам говорит о том, что наушники ищут устройство для синхронизации. То есть они ищут ваш телефон для подключения. Индикатор у нас также горит на самом кейсе в тот момент, когда мы его подзаряжаем. Также, ребята, здесь хочу упомянуть один важный момент. Судя по комментариям, в обзоре на предыдущую версию Redmi AirDots в первой версии, у некоторых людей возникали сложности с подключением. Либо бывало такое, что один наушник подключается, другой нет. Конечно, это случаи нечастые. Но если у вас возникают проблемы с подключением, я могу вам порекомендовать сбросить наушники к заводским настройкам. Как это сделать? Вот вы видите инструкцию на экране, которую я взял от первой версии этих наушников с предыдущего обзора. Можете воспользоваться этой инструкцией. На своих наушниках я попробовал, она сработала. Итак, ребят, пока друг у меня еще не ушел. Сверили мы с ним эти и эти наушники. Ну и вот мой друг говорит то, что новая версия Redmi AirDots быстрее подключается к телефону. У него iPhone 7 говорит то, что сопряжение происходит чуть быстрее вот на этих наушниках, на новой версии. Даже если играть, потому что я их первый раз вообще подключал. Санкредел, понимаешь? Да. Они подключились быстрее, чем мои эти. Ну и что касаемо звука. По звуку вроде бы как вот эти наушники тоже чище. Может быть потому, что они еще новые. Но совсем незначительно. Вот этим наушникам уже почти полгода. Здесь вроде как бы звук почище. Уровень баса примерно одинаковый. Но, ребят, все равно скажу так. Если вы уже купили вот эти наушники, то не расстраивайтесь. Это также хорошие наушники. Мне они понравились. Ну а те, кто только собирается покупать, купите вот лучше новую версию. Она все-таки посвежее. Я думаю, какие-то корректировки все-таки компания сюда внесла. Ну и скажем так, новая версия более в тренде. Поэтому берите наушники новые. В описании под этим видео я оставляю ссылку на эти наушники. Также оставлю на всякий случай на первую глобальную версию этих наушников. Ну и на разные интересные цветные чехлы тоже ссылочка будет. Поддержите этот обзор лайком. Смотрите другие мои обзоры. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Желаю вам всего наилучшего.